Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главные за неделю расскажут наши корреспонденты и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. Для самых главных жителей города – малышей. Ход строительства детского сада на 240 мест в промышленном районе Самары на контроле главы города Елены Лапушкиной. Умная система для повышения комфорта и удобства жителей региона. Карту жителей Самарской области теперь можно подключить и к домофону. Шьют плащ-палатки, плетут маскировочные сети и передают свою продукцию в зону СВО. К акции мы вместе подключились самарские модельеры. Православные верующие отметили крещение Господне. Для погружения в городе были организованы четыре купели. Аппетит приходит во время еды, а лишние килограммы уходят годами. Как похудеть к весенне-летнему сезону? Для самых главных жителей города – малышей. В промышленном районе Самары продолжается строительство детского сада на 240 мест. Специалисты уже завершили монтаж ограждающих конструкций. В настоящее время ведутся работы по возведению третьего этажа здания. Сегодня их ход проинспектировала глава города Елена Лапушкина. Когда дошкольные учреждения откроют свои двери для детей, узнала Ольга Павлова. Комфорт, удобство и доступность дошкольных учреждений для Гусена Курбанова имеют особое значение. У жителей Самары четверо внуков, один из которых совсем скоро пойдет в детский сад. Вы представляете, сколько детей в этот садик пойдут? Тем более здесь рядом не было современный садик, очень комфортный. И демография в России в последнее время она реально пошел рост, скажем так. По проекту дошкольные учреждения рассчитано на 240 мест, включая Ясельный, и находится в границах улицы Воронежская, проспект Кирова и Старозагора. В настоящее время на объекте установлены ограждающие конструкции. Ведутся работы по возведению третьего этажа здания. Осуществлен монтаж модульной котельной, идет монтаж вентиляции. Уже на 4% обустроены внутренние инженерные системы отопления. В ближайшее время, как только завершаем третий этаж и ограждающие конструкции, устанавливаем окна и витражи. После того, как включим отопление первого этажа и подвала, примерно неделя прогрева, приступаем к работам по отделке. Детский сад строит по такому же проекту, по которому возводили дошкольные учреждения по нацпроекту «Демография» на Подшипниковой и Ташкентской. Они были сданы в эксплуатацию в прошлом году. Всего за пять лет, благодаря федеральной и региональной поддержке, в Самаре построено семь детских садов. Общее число созданных мест – более полутора тысяч. Очередность дошкольных учреждений за это время удалось снизить в шесть раз. На сегодняшний день в Самаре дети от трех до семи лет полностью обеспечены местами в детских садах. Реализация нацпроекта «Демография» продолжается. Конечно, мы приближаемся уже к решению задачи, которые были поставлены президентом по обеспечению всех детей дошкольным образованием. Несмотря на те морозы, которые были у нас в начале января, строители идут по графику, практически не отстали ни на один день. Место строительства детского сада в границах улиц Воронежская, проспект Кирова и Старозагора было согласовано с жителями ближайших домов. Ранее на этой площадке находились незаконно установленные постройки и гаражи. Открытие дошкольного учреждения самарцы ждут с нетерпением, ведь появятся не только дополнительные места для малышей, но и квалифицированные педагоги, которые помогут детям в социализации. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новая бесплатная и удобная функция пришлась по душе пенсионеру Дмитрию Крутову. Карты жителей он пользуется с прошлого года и видит в ее наличии ряд преимуществ. С ее помощью он подключился на тариф одного из операторов сотовой связи, смог обналичить кэшбэк и неоднократно получить скидки в магазинах. Теперь Дмитрий, без труда, приложив карту жителя к умному домофону, может войти в подъезд своего жилого дома. Тем более там не только на домофон своего подъезда, но еще и дополнительный адрес, то есть, допустим, там либо родственники, либо друзья. Новая опция подключается в течение трех рабочих дней после подачи заявки, которая оформляется онлайн. Для того, чтобы жителю, если установлен умный домофон, уже пользоваться картой жителей Самарской области в качестве ключа, для этого не нужно никуда идти, чего-то ждать. Достаточно обратиться на сайт программы карты жителей Самарской области, и ваша карта превращается в ключ. Проект карты жителей Самарской области реализуется с 2021 года. За это время владельцами карт стали более 40 тысяч жителей нашего региона. Альтернативным способом открытия дверей пластиковой картой смогут воспользоваться более трех тысяч самарцев. Примерно столько умных домофонов сейчас установлено в черте города. При этом компании, ответственные за предоставление услуги, гарантируют сохранность личных данных, которые предоставили владельцы карт при их оформлении. У нас обеспечены все необходимые меры безопасности. Это средства криптографической защиты информации при передаче данных любым контрагентам и так далее. За этот счет мы отвечаем в полном объеме. Установка умных систем направлена на повышение комфорта и удобства жителей региона и города. Стоит отметить, новая услуга для держателей карты жителей Самарской области предоставляется бесплатно при условии, если у абонента нет задолженности за использование домофона. Возможность использовать карту в качестве ключа от домофона – очередной, но не последний этап развития проекта карты жителей Самарской области. В ближайшее время специалисты планируют реализовать еще несколько новых сервисов на базе карты. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Всегда на страже. В Управлении Росгвардии по Самарской области подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2022 год. О том, какой вклад в укрепление правопорядка внесли сотрудники подразделения и говорили на итоговом совещании ведомства, где побывала наш корреспондент Александра Гусева. Начало специальной военной операции в прошлом году внесло свои коррективы в работу сотрудников и военнослужащих подразделений Управления Росгвардии по Самарской области. Они принимают активное участие в защите населения Донбасса и приграничных территорий России. На сегодняшний день за проявленное мужество и доблесть при выполнении служебно-боевых задач в рамках СВО Государственным наградам представили свыше 130 сотрудников Управления. Александра, который принимал участие в спецоперации, наградили почетным знаком губернатора Самарской области за служение людям. Вместе с сотрудниками ОМОНа настрой у нас отличный. Будем работать до победы. Наряду с сотрудниками и военнослужащими Управления в работе совещания приняли участие руководители федеральных и региональных структур региона, представители гражданского общества и СМИ. Специально для участников собрания была организована выставка снаряжения и оружия. Используется для досмотра помещений, когда территории участки являются опасными. Благодаря слаженной работе подразделений Самарское территориальное управление обеспечило выполнение всех поставленных задач и вошло в тройку лидеров Приволжского округа Росгвардии. На нашу повседневную деятельность наложились события по выполнению специальных задач, специальной военной операции. При этом мы отчетливо понимаем, что кроме задачи специальной военной операции, задачи по поддержанию правопорядка на территории Самарской области с нас никто не сымал. Поэтому вместе с заинтересованными правоохранительными органами мы сделали все для того, чтобы эту безопасность людей обеспечить. Сотрудники специальных подразделений управления Росгвардии по Самарской области в течение года оказывали содействие своим коллегам из ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета, таможни и полиции. Задачи были разные. Задержание преступников, проведение оперативных мероприятий и следственных действий. Всего состоялось более 1300 мероприятий. По подозрению в совершении преступлений было задержано более 180 человек. А благодаря работе вне ведомственной охраны Росгвардии было пресечено свыше полутора тысяч правонарушений. В ходе несения службы на маршрутах патрулирования выявлено 197 лиц, находящихся в розыске. В течение года подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии провели более 70 тысяч проверок владельцев гражданского оружия. Александра Гусева, Николай Сидоров. События. Шьют плащ-палатки, плетут маскировочные сети и передают свою продукцию в зону СВО. К акции мы вместе подключились самарские модельеры. Они совершенствуют изделия и привлекают волонтеров для производства. Особой гордостью стали турникеты, которые можно применять вместо медицинских жгутов. Подробности у Светланы Тимофеевой. На груди кармашек. Карман – это сам же подсумок для самого плаща. То есть потом у нас после использования плащ уберется в этот же карманчик и превращается буквально в подушечку. Плащ можно использовать как носилки, потому что он сделан из цельного пуска ткани и выдержит практически до нормальных грузов. Основатель швейного каворкинга Виталий Сылка демонстрирует продукцию, которая скоро отправится в зону СВО. Это плащи, аптечки, которые модернизировали самарские модельеры. Основная цель нашей деятельности – это получить те изделия, которые могут помочь нашим ребятам сохранить жизнь и здоровье. Помогут им в тех условиях непростых. Поэтому это, конечно, то, что нас двигает вперед, то, что нас мотивирует заниматься этой деятельностью. Особой гордостью дизайнеров стали турникеты, которые используются вместо жгутов для того, чтобы остановить кровотечение. Трофейный турникет модернизировали, убрали слабые места. Это дает больше шансов сохранить жизнь раненым бойцам. Наш турникет имеет самофиксирующийся механизм поворотный. И с каждого его поворота фиксирует турникет. Даже если вдруг человек сумел каким-то образом натянуть турникет, но не сфиксировать, при этом в телосознании ничего не произойдет, то есть кровь будет становлено. Это ключевое отличие. Первые 500 турникетов уже передали в общественный фонд «Звезда Элира». Готова еще одна партия из двух тысяч штук. К работе подключились не только волонтеры, но и граждане преклонного возраста. Кроме плащей, аптечек и турникетов, они плетут маскировочные сети. Для этой работы социально ориентированный бизнес предоставил каворкингу помещение и необходимое оборудование. Светлана Тимофеева, Сергей Баскин. События. Открылось второе дыхание. В рамках федерального НАСПроекта «Культура» в Самарской детской картинной галерее появилось новое оборудование. Оно позволит улучшить качество хранения ценных экспонатов и облегчит работу сотрудников музея. Подробности в сюжете Александры Гусевой. Удобная интерактивная афиша, аудиодуша, рассказывающая посетителям интересные факты об экспонатах. Виртуальный словарь искусства в Самарской детской картинной галерее заметно преобразилась благодаря новому техническому оснащению. Ольга Орлова вот уже несколько лет регулярно посещает галерею вместе со своими детьми. Отмечает, что теперь поход в музей стал гораздо интересней. Я считаю, что сейчас действительно молодежь, она отдаляется, к сожалению, от музеев к гаджетам. Поэтому присутствие гаджетов в музеях очень хорошо скажется, мне кажется, на том, что они сюда будут с интересом приходить, дабы посмотреть, что такое есть тут. В условиях всеобщей цифровизации музеи стремятся идти в ногу со временем. В работу внедряется все больше современного и зачастую дорогостоящего оборудования. Национальный проект культуры призван помочь в приобретении необходимого технологического оснащения. Хочу сказать спасибо, что именно в 2022 году Министерство культуры Самарской области, а затем Министерство культуры Российской Федерации поддержали нашу заявку. Действительно позволили приобрести нам значительно интересное и важное для музея оборудование. В самом музее у нас появились такие современные вещи, которые позволили разнообразить, условно говоря, палитру музея, не мешая и не искажая его интерьеры. Музеи призваны не только показывать историю, но и бережно ее хранить. В рамках нас проекта «Культура» для качественной работы фонда Самарской картинной галереи также закупили специализированное оборудование. Мы очень довольны, что получили такое оборудование, потому что мы его очень-очень ждали. На самом деле это очень-очень нужно каждому музею. Мы получили сетки для хранения живописи. Термогигрометры специальные тоже были получены. Планетарный сканер. Почему он называется планетарный? Там встроена камера, которая фотографирует на расстоянии. Хранение музейных экспонатов – дело не из простых. Ничто не вечно, поэтому условия должны быть идеальными, вплоть до температуры и влажности воздуха. На сегодняшний день новое оборудование активно используется в залах музея и в работе сотрудников фонда. Александра Гусева, Николай Епифанов. События. Православные верующие отмечают крещение Господне. В ночь с 18 на 19 января многие из них по традиции отправились купаться. Для этого в городе организовали четыре купели. Три при храмах и одну на полевом спуске. Там организацией занималась администрация города. Проверить безопасность места для погружения на набережную приехала глава Самары Елена Лапушкина. Подробности в нашем сюжете. В этом году на крещение в Самаре организовали четыре места для купания. Три были оборудованы при храмах. В честь святого преподобного Сергия Радонежского по адресу Черемшанская 244А. В честь святителя Спиридона Тремифунского на Советской армии 251Б. В честь Казанской иконы Божьей Матери на улице Коммунистической. Но главная купель традиционно расположилась на полевом спуске. Администрация Самары установила там теплые палатки для переодевания, освещение, деревянные сходни в прорубь и железные ограждения по периметру. Проверить соответствует ли территория требованиям безопасности в Крещенский сочельник. Приехали глава Самары Елена Лапушкина и начальник главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Мы сегодня с начальником главного управления МЧС России по Самарской области как раз и приехали сюда, чтобы посмотреть, как организовано купели и насколько здесь безопасно. Мне кажется, все организовано более чем достойно. Есть яркое освещение, работают спасатели, есть деревянные настилы, есть ограждения, теплые раздевалки, где можно раздеться. И, конечно, горячий чай, если кто совсем замерз. Хочу обратиться к нашим жителям, чтобы тоже были крайне осторожны, чтобы наша добрая, святая традиция не обернулась какими-то происшествиями. И, конечно, поздравляю всех с Крещением, с пожеланием мира, добра, любви и всего самого хорошего. Администрация города Самары организовывает место для купания, где мы с вами сейчас находимся. Администрация подготовила теплые места для раздевания, для одевания. Место безопасно подготовлено. Организовано дежурство спасателей, дежурство полиции, медиков. Всего более 110 человек обеспечивают безопасность здесь на полевом спуске и 22 единиц тех. Священники уверяют, нырять в прорубь на крещение вовсе не обязательно. Не стоит рисковать здоровьем тем, у кого сердечные заболевания и больные почки. В 12 часов ночи можно принять душ дома. Ведь главное на крещение не погружение в прорубь, а искреннее раскаяние в грехах. Можно подчеркнуть, что купание является лишь нашей русской доброй традицией. Кронический церковь говорит, что это необязательно. И, конечно же, мы однозначно говорим, что при купании в купеле или дома, или здесь, на Волге, грехи человеческие не смываются. Грех – это лично ваш поступок. И поэтому грех можно искупить только вашим кисточердечным покаянием. Большинство тех, кто все же решился в эту ночь на погружение в прорубь, рассказали, что делают это регулярно. И не одно десятилетие. Практикую регулярно, каждый год. Поэтому, в общем-то, дело это привычное. На целый год прибавляется, как говорится, здоровье и оптимизма. Настроение повышается, энергии добавляется. И, собственно, больше идей, больше планов, больше мыслей. На полевом спуске в Самаре в этом году на крещение за безопасностью следят более 110 спасателей. Дежурство продлится до вечера 19 января. Всего же в регионе подготовлено 74 места для купания, 31 место на открытых водоемах, 25 при храмах и церквях и 17 на родниках. Все места соответствуют требованиям безопасности, которую в общей сложности обеспечивают более 1100 человек и 350 единиц техники. Виктория Шаре, Константин Головин, События. Стоит ли окунаться в прорубь один раз в год и кому лучше отказаться от такой экстремальной процедуры? Мнение опытных моржей и врача в нашем сюжете. Самарский предприниматель Семен Кафырин занимается моржеванием уже два года. Считает, что если один раз попробуешь, то уже не остановишься. Главное – правильный настрой. Самое первое – это внутренний моральный дух собрать. То есть понять, что это можно, это реально, в этом ничего не то страшного. И если есть какие-то сильные переживания, то, может быть, первый раз окунуться не с головой, а по шее. Но самое главное – это внутренняя уверенность. А вот Геннадий занимается моржеванием уже семь лет. Окунаться в холодную воду ему очень нравится. Да и простудой не болеет. Считает, что дело в закаливании. А надо просто не думать об этом. Идешь и знаешь, что здесь не жаркая, а прохладная вода. Принимаешь как должно. И все, только так. Мы вот сейчас ходим, мы же тоже ощущаем, что она не горячая. Ну, я, например, как начал ходить, я ни разу не простывал. Ой, хорошие ощущения. Попробуйте. Тело покалывает. Приятно так. Очень хорошо. Многие верят, закаливание положительно влияет на здоровье. Окунувшись в Иордань, можно избавиться от многих болезней, а также укрепить душевные и телесные силы. Тем не менее, медики предостерегают – купаться в проруби можно не всем. Врачи советуют готовиться к погружению в прорубь заблаговременно. Это может быть контрастный душ, обтирание холодной водой. Также снежное закаливание никто не отменял. Хорошо. А теперь переходим к водным процедурам. Ха-ха-ха-ха. Хорошо. Хорошо же. Не следует путать моржевание тренированных людей с единоразовой акцией такой по окунанию в ледяную прорубь. Это совершенно разные вещи. Если первое – это оздоравливающая процедура, то второе – для человека, который не тренирован, который в течение года не контактирует с холодной водой, не тренирует себя, не улучшает тонус сосудов и собственное кровообращение – это опасное мероприятие. Не пренебрегайте советами врачей и помните, что здоровый образ жизни – это не только экстремальные купания, но и просто прогулки на свежем воздухе. Я хотела давно уже моржом ссать, но так и не получилось. На лыжи хожу каждый день. Я обливаюсь водой ледяной каждый день. Недостаточно. Мне можно уже не позволить это делать. Для тех, кто мечтает окунуться в прорубь и уже достаточно для этого подготовился, есть еще несколько важных правил. Перед купанием желательно подкрепиться. Тогда у организма будут силы и энергия. А еще нужно обязательно быть трезвым. Перед купанием – разогреться. А потом – глубокий вдох и в воду. Ксения Баканова, Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Аппетит приходит во время еды, а лишние килограммы уходят годами. В погоне за стройностью и красотой перед весенне-летним сезоном самарцы используют все известные способы, чтобы сбросить лишние килограммы. Одни прибегают к интервальному голоданию, другие предпочитают жесткие диеты, максимально ограничивая себя не только в пище, но и в полезных витаминах и минералах. Как худеть правильно, без вреда для здоровья и кому ставить эксперименты над собственным организмом и телом противопоказано, узнала Ольга Павлова. Диета русская такая. В попытках талию спасти седьмое блюдо уминаем, чтобы съесть успеть все до шести. Примерно так еще два года назад жил Анатолий Головко, пока неожиданно для себя не обнаружил на весах цифру в 148 килограммов. Прежний Анатолий питался много, разнообразно, со вкусом и, самое главное, сытно, отдавая предпочтение фастфуду и жареной свинине под майонезом с сырным соусом. Возможно, гастрономическая феерия так и длилась, если бы в один прекрасный день наш герой не почувствовал симптомы, которые появляются у людей с ожирением. Повышенное давление, головокружение, частые мигрени, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Первое, что вам необходимо, это найти мотивацию внутри себя. Без этого вообще, в принципе, ничего не получится, поэтому вот если вы найдете мотивацию, то можно двигаться действительно к своей цели и достигать определенных результатов. В надежде стать стройнее Анатолий начал с малого, с непродолжительных пеших прогулок. Через какое-то время приступил к бегу на короткие дистанции, затем записался в спортзал. Полностью исключил из рациона вредные привычки – алкоголь и никотин. Перешел на здоровую пищу без сахара, отдавая предпочтение медленным углеводам и еде, богатой животными и растительными белками. За два года с учетом правильного питания и физических нагрузок Анатолий похудел на 53 килограмма, визуально став моложе лет на 10. Теперь мотивирует коллег, показывая фотографии, как сам говорит, из прошлой жизни. Не нужно ограничивать себя временными рамками, то есть неделя, год, месяц. Это вам не поможет, если вы будете худеть и поставите себе временные рамки, все равно все вернется. Поэтому меняйте свою жизнь навсегда. По утверждению диетологов, запускать обменные процессы в организме на сжигание жиров нужно постепенно. В противном случае человек испытает сильнейший дискомфорт, станет сонным, раздражительным, вялым, потеряет тягу к любой деятельности. К этому добавятся ухудшения цвета кожи и волос. Медики рекомендуют начать с балансированного питания. Приемы пищи должны быть регулярными. Обязательно нужно завтракать, обязательно нужно обедать и ужинать. Ужинать нужно за 2-3 часа до сна. Никаких не есть после 6, не есть пропускать прием пищи, не допускать. Оптимизировать необходимый питьевой режим. Оптимальное соотношение в сутки 30 мл умноженные на ваш вес. Если вы весите 60, 30 умножить на 60, 1800 мл вам нужно в день. Предпочтение лучше отдать свежим овощам и фруктам. Их наличие в рационе позволит насытить организм необходимыми для него витаминами и минералами. Следует помнить, в месяц при правильном питании и умеренных физических нагрузках удастся скинуть не более 5 кг при высоком весе и около 3 при обычном. Все, что выше этой нормы для организма – стресс. В погоне застроенной фигуры не стоит увлекаться аптечными препаратами без назначения врача. Вряд себе можно нанести колоссальный, вплоть до самых тяжелых последствий. Надо полагать, что если это рецептурный препарат, то он выписывается пациентам, у которых есть проблема такая, как ожирение. Ожирение второй стадии, ожирение третьей стадии. Если у вас там парочку лишних килограмм, ну не надо вот эти вот волшебные пилюли пить, конечно. К интервальному голоданию также надо подходить с умом. Когда, к примеру, 8 часов в сутки вы едите, а на 16 часов закрываете холодильник на замок. Оно особенно не подходит людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, перед тем, как сесть на диету, медики рекомендуют проконсультироваться с лечащим врачом. В 5% случаев человек набирает вес из-за проблем со щитовидной железой. Ожирение бывает не только самостоятельным заболеванием, но и является как симптомом других заболеваний, в том числе эндокринных. Рекомендуется исключить заболевания щитовидной железы, такой как гипотирез, недостаток гормонов щитовидной железы, повышенный уровень пролактина крови и повышенный уровень гормонов надпочечников. Люди, которым уже удалось при правильном питании и физических нагрузках сбросить лишний вес, утверждают, привычки, как вредные, так и полезные, имеют свойство формироваться. Те, как здоровой пищей, победит страсть к еде без разбора довольно быстро, если иметь мотивацию научиться готовить здоровую еду самостоятельно и включить в свою жизнь спорт. Не нужно искать помощи извне. У друзей, у родителей, надеяться на врачей, на своих партнеров, никто вам не поможет лучше, чем вы сами себе можете помочь. Прислушивайтесь к своему организму, никогда себя не жалейте, но и не подвергайте себя сильным перегрузкам. Идите к своей цели, обязательно все получится у вас. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok